Девочка лет 12 спросила меня по-английски и по-испански, кто я и откуда. Я немного говорил по-английски, и мы вполне смогли объясниться. Посыпались бесчисленные вопросы. Почему-то они решили, что в океане произошло кораблекрушение, и я единственный, кто остался в живых. Меня все время спрашивали, а где остальные? Я пытался объяснить, что корабль цел и невредим. Никакого кораблекрушения не было, и что я один прыгнул в море. Они никак не могли этого понять. Тут же последовал невинный, а в сущности глубоко философский вопрос. А зачем? Мне стало смешно, когда я увидел себя со стороны. Что я мог им ответить? Действительно, зачем? Это было, как если бы меня спросили, зачем я живу на свете. Другой вопрос. Почему тебя не тронули акулы? Тоже поставил меня в тупик. Пришлось показать ему лет и сказать, что он охраняет атакул. Мне тут же поверили, но посыпались еще более сложные вопросы. Дети экзаменовали меня сразу в науке, религии и философии. Мне очень хотелось до конца выдержать этот экзамен. Их отец не говорил по-английски, и от полного непонимания питал ко мне уважение. Они пригласили меня к себе. Мы около часа шли по песчаному берегу лагуны, пока не дошли до их дома. Это казалось большое бунгало на сваях среди высоких пальм. Такие я видел в фильме о Новой Гвинеи. Мы поднялись на высокое крыльцо и вошли внутрь. В доме не было электрического света, и кто-то из взрослых зажег керосиновую лампу. На стенах запрыгали большие тени от бегающих детей. Их уже было не менее десятка. Меня обступило множество темнокожих людей. Они смотрели на меня с таким любопытством, как будто я прибыл с другой планеты. Я сидел на скамье с дощатым стволом, почти как в том ином мире, в котором было несколько часов назад. Я мог только улыбаться в ответ. Обстановка вокруг меня была настолько невероятной, что мне хотелось ущипнуть себя, чтобы проверить, не сон ли это. Мне казалось, что я нахожусь не то в избушке Бабы-Яги, не то в жилище гномов, где-то между гигантскими корневищами, не то в какой-то волшебной пещере, а может быть вообще на другой планете. С потолка что-то свисало. Из углов опускалась огромная паутина. Позже я узнал, что это были противомоскитные сетки. Слабый свет лампы подсвечивал снизу черные лица. Постоянно движущиеся тени на стенах, пристальные взгляды, множество глаз, говор на незнакомом языке, фантастические вопросы. Все это напоминало какой-то колдовской мир. Крошечные черные создания, это были дети, ходили голыми. Они копошились где-то и вверху, и внизу под столом, и чуть ли не по стенам. На всякий случай я старался по возможности не смотреть на те их места, где могли быть рожки и хвостики. Иногда откуда-то из темноты плавно накатывались и проносились по комнате огромные фосфорициирующие волны. Стены бунгало угрожающе кренились, пол уходил из-под моих ног. Но никто кроме меня этого будто не видел и не выражал никакого волнения. Пожилая женщина, хозяйка бунгало, подала мне какой-то местный горячий напиток. Только отхлебнув несколько глотков, я почувствовал, как сильно хочу пить. Когда я выпил все, что оказалось в чайнике, хозяйка, нисколько не удивившись, поставила на огонь целое ведро. Я продолжал пить стакан за стаканом, но от еды отказался. Полозерта еще сильно болело. Старшая девочка, та самая, что была на берегу, навела порядок несколькими уверенными командами и взялась вести наш разговор. Поначалу он напоминал разговор двух сумасшедших. Пропасть нашего непонимания была равна пропасти между мирами, из которых мы пришли. Но если физическое расстояние между нами было преодолимо, то выстроить мост между нашими сознаниями мне было не под силу. У островитян было, мягко говоря, смутное представление о внешнем мире, и они никак не могли понять мотив моего поступка. Я стоял перед ними как нечто абсолютно абсурдное, выбивающееся из их ясных и устоявшихся представлений, и они напряженно и неутомимо старались поскорее вогнать это выскочившее звено в цепочку связей их мира. Их вопросы ошарашивали меня. С напряжением и усилием я старался ответить, но воспринять мои ответы они были просто не в состоянии. Тогда девочка взяла на себя роль психолога. Каким-то внутренним чутьем она охватила примерный духовный уровень пришельца с другого края света. Она задавала вопросы так, как врач разговаривает с сумасшедшим, со всей возможностью для такого случая вежливостью, чтобы исключить любые непредвиденные обиды. Ей удалось нащупать нечто общее, понятное для обеих сторон, и, наконец, весь разговор принял более-менее осмысленные очертания, войдя в русло обычной человеческой логики. Если вопрос казался нашей переводчице излишне прямолинейным, она поднимала глаза к потолку и приводила его сначала на свой, понятный ей одной язык, как бы приноравливая его ко мне из личного опыта общения со мной, и уже после этого задавала его по-английски. Я излагал мысль, как бы советуясь с ней. Она снова поднимала глаза к потолку и переводила ее, не дословно, а со своими дополнениями. Я видел, что эта маленькая филиппинка понимает меня так, будто я пришел к ним из соседней деревни. А когда мои ответы в ее переводе вызывали дружный и одобрительный хохот островитян, я стал относиться к своей покровительнице с еще большим почтением. Бунгало наполнялось все новыми гостями. Я чувствовал себя с ними легко. Они были простые и добрые люди. Снова и снова мне расспрашивали об акулах. Интерес к моему амулету, он висел на шее, все возрастало. И даже я сам стал больше верить в его магическую силу. Еще раз мы вспоминали первую встречу на берегу лагуны, и все смеялись над тем, как они приняли меня за привидение. Белый человек не появлялся здесь уже много лет, а со стороны океана вообще никогда за всю историю острова. Мне сказали, что я нахожусь в поселке Генерал Луна на острове Сиаргау. Это означало, что я не ошибся в расчетах. Я знаю, что больше всего этому удивились бы Капитан и Штурман Лайнера. Действительно, это было похоже на чудо. Ведь я видел карту всего однажды, и то мельком. Даже если бы я сидел над ней с циркулем и измерителем, то и тогда вероятность ошибки превысила бы длину острова. Да и никто не мог бы предсмотреть главного, ветров и течений. Но Капитан, видимо, все же изменил курс и повернул от острова, поэтому и расстояние оказалось значительно большим, чем я ожидал. Неожиданно толпа вокруг меня раступилась и пропустила вперед просто одетого улыбающегося человека, который представился местным полицейским. Откуда мог быть полицейский в этих джунглях? Меня успокоило то, что в доме нет электричества, а значит, по моим понятиям, не могло быть и телефонной связи. Полицейский не носил формы и не имел оружия. Он вежливо расспрашивал о моих заключениях. Потом положил передо мной лист бумаги и попросил написать основные данные. Затем, задав из любопытства еще несколько вопросов, удалился. Выдал далеко за полночь. Я решил, что утром следующего дня под любым предлогом выберусь из дома и уйду в джунгли. Меня уложили спать на кровать с противомоскитной сеткой, и я уснул, едва коснувшись подушки. Мне снилось, что я вышел из бунгало и направился в сторону джунглей. Лишь небольшая полоса вспаханной земли отделяла меня от них. Внезапно поднялся ветер и упал густой туман. Я шел вперед почти на ощупь, но джунгли будто растворились в маре. С другой стороны селения слышались пение и музыка. Я повернул назад и, пройдя через спящий поселок, оказался у самой стены банановых зарослей. Там в глубине, на небольшой поляне, сидели люди. Горел костер и виднелась вереница танцующих девушек. Меня заметили и пригласили к огню. Я немного посидел с ними, но неотвязная мысль дойти до джунглей погнала меня дальше. Как только я снова направился в заросли, поднялся ветер и вновь опустилась белая мгла. Куда бы я ни шел, как только я достигал ближайших деревьев, появлялась сплошная пелена тумана. Я проснулся от прикосновения и никак не мог понять, где я нахожусь. Было совсем светло. Яркие лучи пробивались сквозь щели, закрытых ставнями окон. Хозяйка дома дала мне воды умыться и поднесла стакан, того же, что и вчера напитка. Я удивился, почему меня так рано разбудили. В доме происходило какое-то непонятное хлопотливое движение. Хозяин вдруг предложил мне рубашку и полотняные брюки, совсем не нужные. Отказываться было невежливо, и я принял подарок с благодарностью. Что-то подсказывало мне выйти на крыльцо бунгала. Внизу, под пальмами, я увидел толпу темнокожих людей. Их было не менее двухсот. При моем появлении они поднялись и захлопали, крича что-то на местном наречии. Я понял, что все они пришли поглядеть на меня, как на чудо. И уже давно дожидались моего появления. Я улыбнулся в ответ и приветственно поднял руку, Как это делали древние риблиги. Жеста более подходящего для такой ситуации я не нашел. Потом мои глаза остановились на том, Отчего я не мог не вздрогнуть всем своим существом. Господи, почему я не ушел в джунгли той же ночью? За толпой я увидел зеленый джип. Рядом стояли люди в форме, с автоматами на плечах. В гуще местных жителей образовался коридор, И двое военных, офицеры-солдат направились ко мне. Прежде чем сесть в джип, я бросил последний взгляд на такие близкие синие горы. При дневном свете остров показался мне еще красивее. Это был он, тот самый, вымечтанный с детства мой заветный остров. О нем, о его пальмах, банановых рощах, пахучем бедре, Белом песке и синем небе, о его джунглях я мечтал, Сидя над школьными учебниками в своем сонном маленьком городке. Я так и не успел развести здесь огонь. Я не построил хижину и не посадил дерево. Но я все же увидел его воочию. Я доплыл до него. Я стоял на его берегу. Судьба оказалась благосклонной ко мне. Хотя те полгода, что я провел на Филиппинах, я был пленником и даже просидел полтора месяца в тюрьме. Но разве это не было, в конце концов, продолжением моих приключений? Какие там грозы, какие тайфуны, какие закаты и восходы. И разве не мечтал я обо всем этом тогда, очень давно, Когда видел перед собой неумолимый серый забор. Для всех заинтересованных лиц и организаций данный документ подтверждает, Что господин Станислав Васильевич Курилов, 38 лет, русский, Был направлен на настоящую комиссию военными властями. И после расследования выяснилось, Что он был найден местными рыбаками на берегу генерала Луна, Острова Сиаргау, Сирюгау, 15 декабря 1974 года. После того, как он прыгнул с борта советского судна, 13 декабря 1974 года. Господин Курилов не имеет при себе ни туристических документов, Ни какого-либо другого документа, удостоверяющего его личность. Он утверждает, что родился во Владикавказе, Кавказ, в скобках, 17 июля 1936 года. Господин Курилов выразил желание просить убежище В любой западной стране, предпочтительно в Канаде, Где, по его словам, проживает его сестра. И сообщил, что он уже направил письмо в канадское посольство в Маниле С просьбой разрешить ему проживание в Канаде. Настоящая комиссия не будет иметь возражения Против его депортации из страны с указанной целью. Данное свидетельство выдано 2 июня 1975 года в Маниле, Филиппины. Эдмунда М. Рейс, член комиссии. Отступая от текста. Потом были полгода на Филиппинах. Первые полтора месяца в тюрьме, пока власти ломали голову, что с ним делать. Тюрьма была нешуточной. В соседней со славой камере сидел немец, Не имеющий ни родственников, могущих помочь, ни денег на адвоката. Сидел седьмой год без надежды на освобождение. В принципе, то же самое могло осветить и Славе. Но вскоре выяснилось, что в Канаде существует сестра. И стало быть, есть формальный повод для его отправки туда. Переписка с канадскими властями о решении его участия шла несколько месяцев. И в это время Слава жил на положении поднадзорного. Эти месяцы он всегда вспоминал с удовольствием. По вечерам начальник тюрьмы брал его на городской обход. Они осматривали местные бары, рестораны и кабачки, Останавливались кое-где, чтобы выпить рюмку и потанцевать. Возвращались иной раз под утро. Слава любил рассказывать, как после одного из таких обходов Начальник тюрьмы сильно навеселе. Привел его под утро к себе домой знакомить с женой. Заспанная жена открыла им дверь, ласково улыбаясь. Это в пять утра. Также ласково лупача что-то по-филипински принялось кормить завтраком. Вообще для Славы не было страны лучше, чем филиппины. И женщин очаровательнее, чем филипинки. В рукописи одного из набросков повести «Побег» стоит под заголовок. Посвящается моим милым филиппинским друзьям. Первая работа в Канаде – разнорабочий в пиццерии. Передвигая железные стеллажи спицами, Слава случайно отсек верхнюю фалангу мизинца. Особым образом посылая энергии на рану, добился того, что фаланга выросла заново, хоть и неправильной формы. Следующие работы – частных канадских и американских океанографических фирмах, занимающихся морскими исследованиями и поставками вдолазного снаряжения. Поиски полезных ископаемых в районе Гавайских островов, работа за полярным кругом в составе американской нефтяной компании, исследования дна Ледовитого океана, океанографические изыскания в эквакториальных водах. Во время одной из рабочих поездок в Америку встретился с израильскими литераторами – Александром и Ниной Воронель. Узнав историю «Побега», Нина загорелась идеей экранизации, написала сценарий и предложила продюсеру четвертого канала BBC. Сценарий понравился, снимать решили в Израиле. И Слава получил тысячу долларов аванс на поездку в Израиль в качестве консультанта. Дальше дела с фильмом по разным причинам застопрились, но полученные тысячи Славе хватило на три месяца веселой жизни. Он вернулся в Ванкувер осенью и тут же заскучал по израильскому теплу, морю и друзьям. Жил он тогда в чинном респектабельном доме, где ухода висело предупреждение «Никаких животных, никаких детей». Вспоминая израильское солнце, Слава разводил костер на балконе и часами слушал восточную музыку, чем крайне поражал соседей. Весной 1986 года он приехал в Израиль уже навсегда. Елена Генгалева-Курилова Поиск пути Ночь опустилась над океаном. Позади редких облаков у горизонта зажил сначала едва заметный, а потом и более яркий свет. Из воды появился край лунного диска и проложил серебристую дорожку к одинокому судну. Корабль тихо покачивался на волнах мертвой зыби. Несколько часов назад закончился очередной рейс небольшого океанографического судна в один из пустынных районов Тихого океана, южнее гавайских остронов. Мы занимались поисками полезных ископаемых на океанском дне. Тевелизионная камера вместе с сильным источником света была спущена на глубину 5 километров. Медленно движется корабль, и на экране просматривается морское дно, посвященное резким светом прожекторов. Моя работа – наблюдение за экраном телевизора. Кажется, что вместе с объективом камеры я и сам передвигаюсь на 5-километровой глубине, управляя движением с помощью рычагов лебедки. Мы стремительно спускаемся и поднимаемся по склонам подводных гор, пробираемся через глубокие каньоны, наблюдаем остатки извержений подводных вулканов. В течение миллионов лет никто не тревожил обитателей дна на такой глубине. И вот внезапно яркий свет прорезает вечную тьму. Все живое, способное двигаться, либо замирает, либо уплывает, либо уползает в сторону. На экране телевизора появляются странные предметы, незнакомые существа, таинственные следы на песке, иногда нечто, напоминающее части каких-то неведомых созданий. Рейсы следовали один за другим с короткими стоянками на берегу. Люди работали напряженно, сменяя друг друга каждые 6 часов. И вот теперь, после завершения исследований, пришло время выспаться и отдохнуть. На палубе никого не было, я сидел, прислонившись к мачте, наблюдая восход луны, и вслушивался в ритм дыхания океана. Несколько дней назад, где задалеко на северо-востоке, прошел шторм, и оттуда, как с поля боя с победным шумом, приходили крупные волны зыби. Высоко над моей головой раскачивались яркие звезды, дул теплый пассад. Я чувствовал себя свидетелем встречи бессмертных – океана, луны, неба и ветра. Два огромных кучевых облака, медленно сближаясь, образовали просвет, сквозь который проглядывали звезды. Потом пространство между облаками необыкновенно расширилось в глубину Вселенной. Оказалось, что ты несешься по нему в бесконечность. Луна, плавно двигаясь между облаками, выглядела ослепительно обнаженной. Когда ярко светит луна, я остро чувствую незримое женское присутствие. Я, наверное, никогда не привыкну к женщинам. Каждый раз, когда я вижу их, мне кажется, что они пришельцы из других миров, и в любую минуту могут исчезнуть. Было необыкновенно приятно сидеть на корме, наблюдать за восходом луны и слушать плеск волн за бортом. Луна прошла зенит почти над самой моей головой, за облаками. Иногда ей удавалось бросить несколько голубоватых лучей на темную поверхность океана. Тогда там появлялись сверкающие озерца. Уже несколько раз я замечал, как над палубой бесшумно проносятся какие-то белые тени. Это птицы, живущие в океане в тысячи в миль от ближайшего берега. Днем они отдыхают на мачтах или гуляют по палубам проходящих кораблей. А когда суда уходят, они остаются в своем родном небе. Свободные, не вьющие гнезд, не ищущие пристанища, не нуждающие ни в чем, кроме неба над океаном. Если долго смотреть на Луну, появляется чувство легкости, почти невесованности. Тогда непрерывность существования нарушается, и приходит состояние, когда начинаешь осознавать себя заново, с этого настоящего мгновения. Я люблю эти минуты. Душа осматривает мир и себя, будто только что родившись. Меня ничто не беспокоит, я еще не помню, кто я и почему здесь. И тогда я снова обращаюсь к прошлому. Почему? Наверное, самое первое и самое древнее слово на земле. Я тысячу раз спрашивал себя и других, почему? В бунгалох, на Филиппинах, в кругу гостеприимных островитян, я отвечал на множество вопросов о побеге. Но на вопрос почему, ответить было труднее всего. Почему я среди всеобщего веселья, смеха, музыки и танцев направляюсь на корму парохода, чтобы прыгнуть в тормовой океан ночью, вдали от берега? Страсть. Вот где причина. Страсть была и наслаждением, и мучением одновременно. Страсть появилась вместе со мной и вела по жизни. Страсть к морю, как болезнь, поразила меня с тех пор, как я начал себя помнить. И еще зов. Не знаю откуда, но его нельзя было не услышать. Кровные узы были во мне ослаблены. Семейные радости, отношения с родственниками меня не увлекали. Внутренне я был одинок, но это меня не пугало. Общение с близкими было равнозначное одиночеству. У меня рано появился свой внутренний мир, и мне было интересно жить в нем. У меня было неясное ощущение, что дом моих родителей не мой настоящий дом, и что где-то еще есть настоящий, где меня любят и ждут обратно. Я брошен в этот мир для какой-то неизвестной мне, но вполне определенной цели. Я должен чему-то научиться, что-то понять, должен сам найти дорогу домой. И она лежит через море. Никто не сможет мне помочь. Мне не будет покоя, если я оставлю дорогу и присяду отдохнуть. Я должен постоянно искать мой путь обратно. Время от времени море посылало мне какие-то знаки. Странные сны, настойчивые мысли или острые чувства в сердце. Мне нужно было суметь это прочесть и понять, как-то ответить. Но я не знал, как. Это непонятно и долго оставалось во мне неразрешенным вопросом. Делиться с кем-нибудь или просить советы было бесполезно. Я был окружен людьми с жестко рациональным мышлением. И в ответ обычно слышал. Ты что, рехнулся? Выброси это из головы и живи, как все. Ближайшие родственники и все их предки оказались безнадежно сухопутными людьми. На всем земном шаре, пожалуй, не найдется города более отдаленного от моря, чем город моего детства. Семипалатинск. Я пересматривал все фильмы, перечитал все книги, выслушал все рассказы о море. И мне всегда было мало. Когда я впервые увидел парустик на картине, я почувствовал настоящий священный трепет. Днем и ночью я бредил морем. Я мечтал об океанских плаваниях, о тайфунах, кораблекрушениях, коралловых рихах, о тихих лунных ночах в тропиках. Я знал, что тоска по морю не оставит меня, пока я буду вдали от него. Вывод напрашивался сам собой. Я должен стать моряком. Но отец сказал на это. Закончи техникум, отслужи армию, и блажь пройдет. Родителям хотелось видеть меня дипломированным инженером. Только я один знал совершенно точно, что никогда не стану не только дипломированным инженером, но и по-настоящему взрослым человеком. Я рано начал читать. Но не для развлечения и не из любопытства. В книгах я искал ответы на свои бесчисленные почему. В библиотеке Дома пионеров, куда я ходил за книгами, добрая немолодая женщина снимала с полки томик. А ты читал это, нет? Замечательная вещь. Я очень советую. И подсовывала мне что-нибудь вроде сталь и шлак. Или кавалер золотой звезды. А мне приходилось их читать, надеясь на большую удачу в другой раз. Потом эта добрая женщина упала с высокой приставной лестницы, когда полезла за книгой, и попала в больницу. Новая библиотекарша разрешила мне выбирать книги самому. И я добрался наконец-то до острова Сокровищ. Графа Монте-Кристо и Робинзона Круза. Я глотал книги о путешествиях одну за другой и думал, что набираюсь опыта. Однажды я сидел на сеновале у себя дома в Семипалатинске и за поем читал очередную книгу. Очень ясный, негромкий внутренний голос произнес. Брось читать и начни действовать. Первый раз в жизни я столкнулся с чем-то необычным. Сначала в моей голове наступила полная тишина. Это был или отчетливый шепот, или ясно высказанная мысль. Я даже обернулся, но вокруг меня никого не было. Это была не просто фраза, а глубокая внутренняя со счерпывающим объяснением. От неумеренного чтения еще больше глупеешь. Чтение развивает поверхностную эрудицию и ненужное самомнение. Формирует то обманчивое я, которое будет большим препятствием на пути. И которое нужно будет непременно уничтожить. Словом, в коротком внушении я получил урок. Не читай, а испытай. Мне было тогда лет 14-15. В 15 лет я убежал из дома в Ленинград, чтобы попасть юнгой на корабль, как это было принято у моих героев. Но, увы, я родился не в то время и не в той стране. Я не мог отправиться в плавание сразу по трем причинам. У меня не было визы, не было ленинградской прописки, и я был несовершеннолетним. Там я впервые увидел море. Это был Финский залив. Я вошел в одежде в воду по пояс и дал себе клятву, что вернусь. Море Я не сомневался, что после окончания школы поступлю в мореходное училище и буду штурманом дальнего плавания. Но на медкомиссии обнаружилось, что у меня развивается близорукость. Молодой человек, о море даже не мечтайте. Ни в гражданский, ни военный флос вас никто никогда не возьмет, сказал врач. Это меня так потрясло, что я больше не хотел жить. Несколько месяцев я мучился, как раненый зверь, пока не узнал, что в институтах страны есть факультеты океанологии, куда принимают студентов с небольшой близорукостью. Я учился тогда в седьмом классе. Мне пришлось ждать еще 4 года в автодорожном техникуме и 3 года в армии, прежде чем я смогу приехать в Ленинград и вступать на факультет океанологии. Узнав, что меня приняли, я почувствовал себя на седьмом небе. Я буду океанограф. Буду плавать по морям и океанам. Я добился всего, чего хотел. Тогда я думал, что если буду изучать океанографию, моя жизнь будет связана с морем. Что даже если придется сидеть в кабинете, то море уж, конечно, будет плескаться у самых окон. Позже я убедился, что океанография – это папка с цифрами. Можно быть океанографом, а в глаза никогда не видеть море. И находиться к нему не ближе, чем астроном, к планетам и звездам. Нас, студентов-первокурсников, будущих океанографов, с головой окунули в бесконечные таблицы с цифрами, диаграммами и чертежами. Если бы среди цифр и формул изредка не попадались слова «приливы», «течения», «волны», я бы думал, что занимаюсь бухгалтерией или счетоводством. Наконец, при кафедре океанологии организовали группу подводных исследований. Я, конечно, стал самым активным ее участником. Водолазные дела мы изучали с офицером-подводником. На Большом проспекте Васильевского острова была недействующая церковь. Под ее главным куполом установили водолазную башню глубиной 26 метров. К ней подведены торпедные аппараты, а внизу специальная камера для выхода водолаза в воду. Церковь была буквально забита компрессорами и оборудованием с подводных лодок. Прямо на клиросе у иконостаса располагалась компрессионная камера на три отсека. Когда сидишь в одном из отсеков под давлением, через иллюминаторы видна роспись на стене «Божия Матерь» и «Распятие Христа». По приказу командования водолазы должны были погружаться голыми. С большим трудом девушкам в нашей группе было разрешено надеть купальники, а мы тренировались с ними голые. Снаружи гиды толково объясняли иностранным туристам, когда и кем была построена церковь, и извинялись, что сейчас в ней идут реставрационные работы, и потом осматривать ее просто неинтересно. И мы стояли тут же у ворот и ждали, когда эти идиоты иностранцы отойдут подальше, чтобы войти и начать водолазные тренировки. Когда я прочел об изобретении акваланга, о людях-амфибиях, о том, что можно парить в воде, как птица, я почувствовал себя так, будто я родившийся в тюрьме. Вдруг узнал, что за ее стенами есть привольный мир, есть луга и поля, где можно свободно гулять под солнцем. Я боялся мечтать о неосуществимом. Вскоре после этого я увидел в вестибюле института объявление, что желающие заниматься подводным плаванием с аквалангом могут записаться у А.В. Майера. И у меня потемнело в глазах. Я испугался, что весь институт уже наверняка стоит в очереди, и я опоздал. Через несколько секунд, взлетев по лестницам, тяжело дыша, я ворвался в нужную комнату. В большом помещении, за десятком рабочих столов, заваленных папками, картами и бумагами, виднелись мужские фигуры, так бесцетно сливающие с рулонами бумаги, будто сами были пишущими автоматами. На меня удивленно смотрели личики в очках, с умненьким выражением, бледные, чуть крысиные. Они только что ловко строчили карандашиками по бумаге, и вот высунули серьезные мордочки из книжных страниц. Это были молодые ученые-теоретики. В самом углу, завопиющий гладким из единой бумажки столом, неглюже сидел человек средних лет. Сидел так, будто ни разу в жизни не сидел на стуле. Колени торчали поверх стола, Апо закричала «Черт возьми, как за этим сидят!» Обветренное, всеми ветрами лицо, с крупными чертами, длинные бакенбарды, волевой подбородок и спокойная складка губ, передо мной был пират с веселого Роджера, насильно усаженный за парту. Нужно было сделать усилие, чтобы не видеть черной повязки на его глазу, красного платка на его голове и сабли за поясом. Это был Анатолий Викторович Майер. Таким я увидел его впервые. Я направился к его столу. Приходилось бывать под водой. Я рассказал о своих попытках погружения в противогазе. Я служил в армии химическим инструктором саперного батальона, но только что получили специальный противогаз для работы в дыму или отравленной атмосфере, и при первом же удобном случае я решился опробовать его под водой. Наш батальон как раз наводнил понтонный мост через реку. Я взялся доставить оброненную воду под понтонами гаечные ключи. Командиру батальона эта идея очень понравилась. Мой наполовину самодельный противогаз, баллон от огнетушителя, редуктор со шлангами от газовой плиты и маска с гофрированной трубкой позволял дышать под водой, хотя и с трудом. Чем глубже я погружался, тем труднее становилось дышать. На глубине 5 метров каждый глоток воздуха приходилось высасывать из загубника с сильнейшим напряжением легких, как если бы я при сильной жажде пытался напиться из сосуда с водой с отверстием в булавочную головку. Прекрасно разбиравшийся в дыхательных аппаратах, он служил 7 лет на флоте и имел солидный опыт, А.В. откровенно расхохотался. Так, что из бумажных джунглей на столах на мгновение высунулись под тревожной физиономией молодых исследователей. После очередной неудачной попытки закурить трубку, опять поднялись головы из бумаг, А.В. откинулся на спинку стула, глаза его все еще продолжали смеяться. «Именно таких ребят я и ищу». Потом он вытащил из ящика стола овальное стекло с резиновой окантовкой и положил передо мной. Я покрутил его в руках, не зная, что с ним делать. «Это маска», — сказал А.В. «Ее надевают вот так». «А это акваланг». Он достал из-под стола два тяжелых металлических баллона с ремнями. Я смотрел на все это как на крылья для полета. «Хочешь подышать?» А.В. подал мне за губник. Я потянул в воздух все силы их легких, вцепившиеся за губник зубами и губами, как в своем противогазе. «Легче», — улыбается А.В. Я вздохнул. «Совсем легко». Я еле держу за губник и ахуев вдыхаю. «Так легко? Не может быть!» Так неожиданно в моей жизни появился Майер. И тогда море, живое, первозданное, как в древние времена, широким потоком ворвалось в пыльные кабинеты лаборатории и унесло меня к иным берегам. Как греки и римляне осваивали просторы далеких морей, так и мы, участники группы подводных исследований, отправлялись на все лето в морские экспедиции к Черному морю. Ставили палатки и каждый день выходили в море на маленькой лодке. Жизнь на берегу напоминала жизнь актеофагов, морских легендарных племен. Днем они плавали и ныряли в море, питались сырой рыбой и ракушками, и только спать выходили на сушу. Весь день мы проводили в море на плоту или на лодке, ныряли с аквалангами на глубину, занимались какими-то экспериментами под водой, и вечерами в нашем палаточном лагере в окружении многочисленных гостей пили вино, слушали песни, танцевали и купались по ночам при свете луны или звезд. Мы выполняли водолазные работы в километре от берега, чаще всего в штормовом море. Только два летних месяца было в нашем распоряжении, и ждать у моря погоды нам было нельзя. Иногда из-за шторма мы не могли направлять нашу маленькую лодку-плоскодонку к берегу, заливало корму. Волны были такие большие, что мы видели их вершины высоко над нами. Когда, наконец, к ночи после долгих часов дрейпа нам удавалось галстами приблизиться к берегу, то море просто выбрасывало нас на берег в волнах прибоя со всем нашим имуществом. Майер был нашим учителем и вожаком, и умел находить выход из самых безнадежных ситуаций. Он был единственным преподавателем на кафедре, кто бегал бегом по институтским коридорам и лестниц. Там, где мы видели сгущающиеся тучи и явные приближения грозы, он всегда видел безоблачное небо. У него получалось все, даже то, что казалось невозможным. Он был безумно храб на море и под водой. Я и сейчас вижу его сидящим на корме нашей маленькой лодочки-плоскодонки на фоне огромных волн. Самого его присутствия было достаточно, чтобы мы благополучно прошли через все опасности, а их во время работы было немало. Он научил меня любить риск. В моменты опасности я чувствовал редкостное возбуждение, а после на берегу умиротворение и блаженный покой. Однажды, сидя на берегу, я долго вслушивался в шум прибоя и незаметно выпал из времени. Мне казалось, что я сижу здесь уже давно. Так давно, что не помнил сам, когда и как здесь оказался. Постепенно вся окружающая природа преобразилась. Я и не узнал свою бухту, скалы и море. Все это я видел, как будто впервые, и все было сказочно красиво. Я снова и снова всматривался в окружающее. Оно не поддавалось запоминанию и каждый раз оказывалось непривычным и прекрасным. Я вдруг ясвенно ощутил чье-то присутствие. Море стало одушевленным, и я почувствовал, как оно смотрит на меня. Это было точное ощущение, которое невозможно определить иначе. Море смотрело на меня из глубины всей своей массы. Гребнями волн, кусками пены на песке, мельчайшими каплями на камнях. Присутствие чего-то одушевленного не было пугающим. Чувство любви затопило все мое существо. Я не мог оторвать глаз от моря. Я боялся шелохнуться. Я слышал какой-то призыв из глубины и ощущал, как море втягивает мою душу. Все, что происходило со мной, было и необычным, и в то же время совершенно реальным. Мое сознание оставалось по-прежнему ясным. Мне казалось, что я стал обладателем новым, недоступным ранее чувствами. Они, как щупальца спрута, протянулись в какие-то иные сферы жизни. Наверное, я пробыл в этом состоянии довольно долго. Потом я понял, что меня окликают по имени. На огне жарились шашлыки, разливали вино. Начиналось обычное ночное веселье. Смеялись над чем-то девушки, ребята разбирали стакан и рассаживались вокруг костра. С берега доносился шум прибоя и снова возвращал меня к только что пережитому. В сердце все еще сохранялось чувство любви. Я отвечал на вопросы не в попад и долго не мог вернуться к нормальному состоянию. С того вечера во мне что-то изменилось. Я часами мог сидеть у моря в одиночестве, слушать, вдыхать, постоянно удивляться и восхищаться, затихать в его присутствии и доверяться ему всем сердцем. Я чувствовал, что навсегда связан с ним какими-то сокровенными узами. В то лето состоялось мое боевое крещение под водой. Это было в районе Голубой бухты возле Геленджика. Нужно было закрепить на дне масштабную сетку для киносъемок. Я легко дошел до дна, но подводное течение было очень сильным и мне пришлось долго тащить ее вниз и крепить на глубине 27 метров. Для первого раза это было многовато. Уже на дне я услышал звук, напоминающий шипение воздуха, выходящего из баллона под большим давлением. Я проверил свой вентиль, все было в порядке. Шум усиливался и скоро стал невыносимым. А я боялся оставить работу незаконченной. Это было мое первое настоящее погружение. Пронизывающий, скрежущий грохот сотрясал мне череп, казалось, раздирал всего меня. Такой оглушительный шум, наверное, слышал Одиссей, проходящий между Сциллой и Харибдой. «Пока я могу дышать, нужно продолжать работать», — решил я. Скрежет и визг были такими ужасными, что для спасения хотелось, как Одиссею, залепить уши воском. Но потом шум стал постепенно ослабевать и, наконец, прекратился совсем. Наступила тишина. И это было непередомаемое чудесное ощущение. Подождав немного на всякий случай, я стал всплывать. На поверхности встревоженный шеф спросил, «Ну как?» «По-моему, там циклопы». Над тобой шел пароход, и мы боялись, что ты всплывешь под винт. Меня очень закалили неожиданные ситуации, вроде этой. Однажды у нашей плоскодонки заглох мотор, пока я был под водой. Поднялся сильный ветер, и лодку унесло далеко в сторону. Когда я всплыл, то увидел, что море покрыто штормовыми волнами. Лодки нет, а до берега плыть на трубке несколько часов. Выхода не было, пришлось плыть. Подводную лабораторию Черномор спустили на глубину 14 метров, в полукилометре от берега. Туда на дно морское нас поселили впятером. Над нами зависло судно с барокамерой, чтобы наблюдать за нами и обеспечивать всем необходимым. Море пьянит даже с берега особыми ароматными запахами и завораживающими звуками, и на глубине обволакивает душу сладчайшим азотным опьянением, без головных болей, безо всяких неприятных последствий. Это состояние знают только те, кто жил в подводных домах или находился в кессонах. Вечерами, вернувшись с полигона пьяные и счастливые, наблюдая, как резвятся рыбы за иллюминатором в водной дымке, мы жаждали еще большего кайфа. Нельзя было сплавать тайком на берег. Кессонная болезнь не позволяла нам появляться на поверхности. Нельзя было по водолазным правилам пить вино. Нам не очень-то доверяли и следили за нами днем и ночью, по пузырям, чтобы мы не выходили погулять или просто посидеть на завалинке. В метрах в 70 от нашей лаборатории был другой дом, убежище, к которому от нашего был проложен канат по дну. С помощью условного кода мы просили верных друзей спустить в тот дом побольше вина. Под давлением легче задерживать дыхание, я мог пробыть без воздуха до 4 минут. Оставалось только сплавать за вином по канату, и я с удовольствием брался за эту задачу. Акваланг взять нельзя. Заметят пузыри на поверхности. Я надевал поезд с грузами и маску, делал несколько глубоких вдохов и выскальзывал через донный люк каната. Пройти 70 метров не составляло труда. Отдышавшись в убежище, я возвращался свином к полному удовольствию моих товарищей. Существуют официальные, громоздкие и практически невыполнимые правила водолазных работ. Если им следовать, с тебя никогда не получится ни моряка, ни водолаза. У нас же были свои разумные правила, основанные на собственном опыте и хорошей физической подготовке. Нам удалось провести под водой сотни часов, днем и ночью, в любую погоду, в шторм и подо льдом. В опасной ситуации время размышления у вас в пределах задержки дыхания, говорил Майер. Нужно быстро принимать правильные решения, а иначе лучше вовсе рисоваться в море. Кто-нибудь копал яму под водой лопатой? Это было нужно для геологических изысканий, это было нелегко. Под водой нет привычной опоры. Я рыл в землю, как крот, надев тяжелые свинцовые башмаки в окружении стаи рыб и не заметил, как кончился воздух в акваланг. Две минуты без дыхания я развязывал шнурки башмаков, потом вспомнил, что забыл ласты. Поводок, связывающий меня с подводным домом, тоже где-то запутался, а поднявшаяся муть мешала его найти. Я сбросил для облегчения акваланг, минуты искал поводок и на последней минуте добрался до люка подводного дома. Однажды я запутался у якоря большого научного судна на глубине 50 метров. Мы фотографировали вновь построенный батискал. Майер все время был рядом, но в эту минуту его не оказалось. Я подыскал одну, очень неудобную позу, в которой едва мог дышать, и замер, ожидая помощи. Минут через 10 Майер нашел меня и освободил. АВ научил меня самообладанию. Он создавал под водой искусственные опасные ситуации, вроде этой, тренировал нас до умопомрачения. Правила водолазных работ запрещали ходить под воду без поводков. Майер очень не любил поводки, которые никогда никого не выручали, и всегда запутывались. Разве могли бы мы свободно осматривать затонувшие корабли, заплывая внутрь, или обследовать узкие гроты и пещеры? Как-то раз в Кронштадте, где мы работали в доке осмотра подводных водок, рабочие пошли на обед и отключили воздух, которым я дышал на глубине больше 20 метров. Я экономно дышал через аварийный маленький баллончик, и мне удалось дойти до стенки дока только благодаря самообладанию. Меня вытащили без сознания и быстро разрезали комбинезон. Я хорошо помню, как постепенно задыхался в течение нескольких минут, а потом на меня навалилась темнота. Очнулся я в окружении моих друзей и никак не мог досоками дышаться. Какое это все-таки наслаждение – дышать. У нас был договор с Жаком Кусто о совместных исследованиях в подводном доме в Тунисе. Мы должны были послать наш буксир на рейс команды инженеров-водолазов к Монаком лета 1970 года. А потом все пошло прахом. Нам не дали виз, и весь проект сорвался. Пошла прахом еще одна экспедиция с Кусто на атоллы Тихого океана под названием «Южный крест». Это название предложил я. Целый год я готовил водолазную часть экспедиции. Я специально заочно окончил мореходное училище и получил диплом штурмана дальнего плавания. Нам снова не дали виз, а в Кусто послали других людей. Не водолазов, но с визами. Он их не принял, а мы вместе с АВ читали длинные репортажи об экспедиции «Южный крест» без нас в журнале «Вокруг света». Потом пошел прахом проект организации института подводных исследований и испытания подводных ботискапов. Мне не дали визы и секретность. Я знал, что у меня было одно исключающее всякие надежды обстоятельства родственники за границей. Моя сестра 10 лет назад вышла замуж за индуса и уехала сначала в Индию, потом вместе с мужем и сыном в Канаду. Все эти годы мы не виделись, я сделал последнюю попытку получить визу в Канаду. И тогда наивно полагал, что если каким-нибудь чудом получу ее, то только затем, чтобы съездить на короткое время и вернуться обратно. Это будет доказательством моей лояльности. Я уже наверняка смогу получить визу для работы на кинографических судах. Через полгода мне пришел ответ с предельно ясной формулировкой. Посещение капиталистических стран считаем нецелесообразным. Один за другим уходили за горизонт мои корабли, а у меня не было никакой надежды, никакого просвета. Я понимал, что никогда не смогу увидеть то, о чем мечтал, что меня никогда не выпустят на свободу. Наверное, лучше совсем ничего не знать о мире, чем знать многое и быть неспособным увидеть. Ужасно сидеть в своем сонном городе, зная, что громадный прекрасный мир где-то рядом и его жизнь проходит мимо тебя. Ты чувствуешь себя как птица, которая не может лететь, как парусный корабль со спущенными парусами, как человек, навсегда прикованный к инвалидному креслу. Одни названия мучают, Мадагаскар, Гавайи, Таити. Невозможно смириться с тем, что придется провести всю жизнь вот так, в бездействии, не имея возможности ничего совершить самому, только читая о других и восхищаясь другими. Меня с детства мучила неодолимая тяга к испытаниям. Не хотелось пройти через все доступные ситуации и состояния, пережить все, что выпадает на долю человека, просидевшего много лет в тюрьме, стоять среди людей, ожидающих смертной казни, спасаться от кораблекрушения и пыть на плоту, вглядываясь в горизонт в надежде увидеть полосу земли. Благополучная, тихая жизнь чиновника всегда приводила меня в ужас. А потом произошло нечто, что дало ответы на все мои вопросы и навсегда изменило меня и мое отношение к миру. Это была встреча с Богом. Я стоял перед Ним лицом к лицу. У меня хватает смелости говорить об этом так просто, без тени сомнения. Безусловно, это были самые прекрасные часы в моей жизни. У меня был личный религиозный опыт без учителей, священнослужителей или каких-либо посредников. То, что называют Богом, действительно существует и входило в мою жизнь в разное время, в разных обстоятельствах, в трех разных аспектах. Бог в святых людях, Бог повсюду и Бог во мне. Бог. Мое религиозное воспитание началось с того, что мне сообщили, что Бога нет. Я немного удивился глупости взрослых, зачем говорить о том, чего нету, когда вокруг столько таинственного и интересного, что есть. Но в школе и дома меня так настойчиво убеждали в этом, что я поневоле задумался, что же это такое, Бог. Мой отец, преподававший в школе анатомию, химию и естествознания, с гордостью говорил о себе, я атеист. Однажды я спросил его, что значит атеист. Из его объяснений понял только, что это человек, не верящий в то, чего нету. Во всем это была странная неубедительность, которая все больше подтверждала ощущение, что с этим нужно разобраться. Еще больше, мой интерес к религии подогрел случайно услышанный разговор родителей отца. Бабушка пришла из церкви и сказала, священник произнес сегодня такую проповедь, что все плакали. Дедушка чинил башмак и спросил, не поднимая головы. Ну что же он говорил? Выяснилось, что проповедь была на церковно-славянском языке и бабушка ничего не поняла. «А ты-то что плакала?» спросил дедушка. «Все плакали, и я плакал. Ну и дура!» Все так же, не поднимая головы, сказал дедушка. «Почему бабушка верит в Бога, а дедушка нет? Что это Бог?» На эти вопросы я не мог ответить. Мне было 16 лет, и я только что поселился у дедушки с бабушкой. До революции у них было большое хозяйство. Два дома, амбар для хранения зерна лошади и коровы. И потом пришли красноармейцы и все отобрали, оставив им одну комнату в их же доме и небольшой надел во дворе, где летом они выращивали овощи, табак и цветы. Иногда среди ночи я просыпался, и мне казалось, что я вижу два призрака. Это дедушка с бабушкой пили чай из самовара, молча при свете свечи. После чая они снова ложились спать и вставали с восходом солнца. Чем старше я становился, тем отчетливее замечал в научных фактах и доказательствах, разоблачавших религиозные предрассудки, едва видимый пробел, след, ведущим неизвестное. Его нельзя было стереть никакими аргументами, и на нем, как яркие цветы, вырастали все новые и новые вопросы. В армии, куда меня призвали после окончания техникума, в нашей части служили несколько баптистов. Они отказались принимать присягу и брать в руки оружие. Об их твердость сломали зубы лучшие армейские психологи. Лекции на антирелигиозные темы, которые проводились регулярно, и странные упорства баптистов вызвали во мне такой интерес к религии, какой раньше вызывали только путешествия и приключения. Я перечитал все антирелигиозные брошюры из библиотеки нашей части. Ничего другого религии найти не удалось. В институте мое религиозное образование продолжалось. Профессора, бывшие священники и лекторы общества знания прочли нам, студентам, несчетное количество лекций на тему «Есть ли Бог?» И все они заканчивали свои лекции единогласными «Бога нет!» В НИИ, где я работал после института, часто устраивали антирелигиозные диспуты с принудительным посещением. Однажды, незадолго до окончания рабочего дня, когда сотрудники слонялись без дела, посматривая на часы в предвкушении спасительного звонка, чтобы бегом броситься к выходу, в отдел зашел секретарь партиячейки и строго объявил «Сегодня в пять часов в кинозале будет прочитанная лекция на тему «Есть ли Бог?» Один из инженеров не выдержал и, подняв глаза к небу, проникновенно как молитву произнес «Господи! Ну скажи ты им наконец, что Бога нету!» Мне приходилось встречать и говорить со многими верующими людьми. У меня были наставники, которые хотели приобщить меня к вере. Я ходил в церковь, честно проставил на коленях всю службу, молился как мог и, наконец, принял обряд крещения, когда мне было 33 года. Позже у меня наступил перелом. Как оказалось, я не мог быть просто верующим. Мне нужен был чистый религиозный опыт. Я хотел стоять перед Богом лицом к лицу или прекратить всякие религиозные искания. И однажды это произошло. Это произошло во сне. Сейчас, оглядываясь назад, я могу сказать, что главные события моей внутренней жизни случались именно во сне. Мир снов, как и реальный мир, состоит в основном из серой повседневности, вроде хождения в школу или на работу. Эти полубессознательные сны, как и полубессознательная жизнь, быстро забываются. Поворотными, решающими толчками в моей жизни были несколько незабываемых снов, изменивших мое отношение к миру. Эти сны и переживания я воспринимал как такую же реальность в жизни. Переживания в жизни это в первую очередь состояние, а физические подробности несущественны. В этих снах я получал ответы на самые важные для себя вопросы. Они были моей лучшей школой и посвящением в эзотерическое знание. Я был в гостях у своего приятеля, актера, которым мы когда-то вместе начинали занятия йогой. Йогу он скоро оставил, стал читать Библию, молиться и ходить в церковь. Я спрашивал его, скажи, что ты чувствуешь? Оказалось, что у него не было никаких особых переживаний, но была сильная вера и потребность укрепить ее. В этот вечер он читал мне Библию и мы допоздна говорили о Боге. Я лег спать в соседней комнате, а потом со мной случилась странная вещь. Я уснул, но это был не сон. Это была реальность на другом уровне существования. Это был важнейший жизненный опыт в состоянии транса, интуитивное понимание всех неразрешенных вопросов скопившейся сознания. Трое людей появились в комнате, где я спал. Я знал безо всяких доказательств, что они святые. Я не могу сказать, как они выглядели, было только особое, глубокое ощущение их присутствия. Общение шло помимо слов. Концентрация была на смысле сказанного. Я знаю, что понял то, с чем ко мне обращались. Я не помню, как сказали и что сказали. Я чувствовал необыкновенную легкость, мучительно приятную боль в сердце и какое-то неземное спокойствие. Потом мне был показан мир, в котором я жил, с какой-то иной точки зрения. Я видел все явления и вещи в их изначальной целостности и простоте. Никаких вопросов не возникает, ничего не скрыто, все предельно ясно. Все, что ты видишь и чувствуешь истинно. В этом мире нет противоположностей, нет двойственности, нет доказательств и сомнений. В этом мире также нет и ненужных слов. Я был абсолютно счастлив. В сердце были мир и покой. Я не знаю, сколько времени это продолжалось, потом они исчезли, и я вернулся в свое обычное состояние. Я превратился в комок боли, нервы были натянуты до предела. Сердце давил тяжелый камень и отчаяние. Со временем я перестал чувствовать боль, но она осталась. Тогда я понял очень многое. Я понял, что называют божественным, что называют грешным и какая огромная разница между этими состояниями. Как тяжело быть человеком. Мы в Рюкле и не замечаем этого. Я понял, в каком ощущении живут святые люди и что называют грехопадением. Но почему это произошло? Утром я рассказал приятелю о своем сне. Он ответил, дурак, я же за тебя молился. Но он, я думаю, никогда не испытывал ничего подобного. Почему он молился, а ко мне пришли святые? Десяток других почему оставались без ответов. После этой ночи я уже не мог, как раньше, говорить о Боге. Я понял заповедь «Не поминай имя Божие в суе». Потому, как люди говорили о Боге, я мог определить, имели они религиозные переживания или нет. Когда мы пошли в церковь, я почувствовал, что Бог присутствует там. Но люди его не замечают, ведут себя как слепые котята. Мне хотелось замереть и постоять очень тихо, почти не дыша, но и суета в церкви сильно мешала этому. Я понял, что если просто посидеть одному, скажем, на берегу реки, то можно чуточку приблизить то состояние, которое я испытал. Я решил пойти на эксперимент голодания. Я хотел проголодать 40 дней, как это делал Иисус Христос. Тогда, может быть, думалось мне, я что-нибудь почувствую. Возможно, это состояние вернется еще раз, и я смогу разбить тот комок боли и нервов, который был моим, я. Начал я с 10 дней. Потом, после месячного отдыха, снова перестал есть и продержался 21 день. Самые длинные сроки были 30 и 35 дней. В тот год я ничего не ел в общей сложности 130 дней. Во время этих голоданий я ходил на работу как обычно, а однажды во время 12-дневного голодания даже работал грузчиком в колхозе по 8 часов в день. Дневной рацион воды я постепенно довел до одного стакана, но потом попробовал обходиться совсем без нее и легко продержался 7 дней. Думаю, что мог бы и дольше, монахи-аскеты выдерживали пустыни до 40. Мне не удавалось проголодать весь 40-дневный срок. После 30 дней я становился таким худым, что люди шарахались от меня и крестились, а в их глазах я читал «мне жилец». В конце последнего 35-дневного голодания я боялся показываться кому-либо на глаза и жил один в палатке в лесу. Мой язык стал выделять сладкую слюну, вкус во рту был такой, что я содрогался от отвращения. В течение года после этого я не мог есть никакую еду, где был бы сахар. На 36-й день я начал потихоньку пить сок и есть фрукты, а через несколько дней ко мне пришло одно из самых сильных религиозных переживаний. В этот вечер я пригласил к себе друзей и устроил праздничный ужин. Я чувствовал себя необыкновенно легко и решил даже съесть немного рыбы и выпить вина. Только после долгих голоданий начинаешь чувствовать настоящий вкус еды. И его невозможно описать тому, кто не голодал. У меня всегда был хороший аппетит, но до голодания я не подозревал, что такое первозданный вкус пищи и простой воды. То, о чем я хочу рассказать, как в первый раз происходило во сне. Хотя, если уже называть вещи своими именами, то я бы назвал всю свою жизнь непрерывным сном, за исключением тем мгновений, когда я был по-настоящему пробужден. И это пробуждение было самым волнующим. Я оказался в каком-то просторном храме среди людей, которых я знал когда-то очень давно. Некоторые из них были в белых одеждах, другие одеты как-то иначе. Похоже, что меня ждали, потому что сразу после моего появления все приготовились к религиозной церемонии и пригласили меня принять в ней участие. Послышалась тихая ритмичная музыка и все присутствующие двинулись по кругу, делая какие-то танцевальные движения. Я попытался отказаться, но они с мягкой настойчивостью указали мне место в середине процессии. Мне дали знак, чтобы я тоже делал эти движения. Поначалу я не мог войти в ритму, но скоро у меня стало получаться и чувство неловкости быстро прошло. Танец все больше захватывал, я чувствовал приятное ощущение общего ритма. Потом появилось состояние легкого экстаза. На втором или третьем круге общего танца я почувствовал, что со мной что-то происходит. Я вышел из круга и остановился. Внутри меня открылось свечение. Экстаз продолжал усиливаться. Я стал легкий, как пушинка. Мое тело излучало свет. Никогда раньше я ничего подобного не испытывал. Я взглянул на этих людей и понял, что вся эта церемония была затеяна ради меня. Они прекратили танец и смотрели на меня, поощрительно улыбаясь. Экстаз достиг наивысшей силы. Мое я расширилось и включило в себя гигантское пространство. Во мне оказался огромный мир. Я растворился и стал везде. Я обладал новыми неизвестными органами чувств. Мне нужно было много времени, чтобы освоиться с этим новым состоянием. Я попал в незнакомый мне неизведанный мир, как на другую планету. И этот мир находился внутри меня. Это был мир причин. Я знал все, что происходит вокруг. Каждую тайную мысль, каждое побуждение. Я видел первоисточник всех вещей. Я мог передвигаться со скоростью мысли. Я был сразу во всех местах. Это был удивительный и прекрасный мир. Я пробовал в нем, пробыл в нем, как мне показалось, очень долго. Когда я вернулся, свое тело, каждая моя клетка еще пылала пережитым экстазом. Я затухал медленно, и только через месяц все следы этого состояния окончательно исчезли. Я очнулся ото сна. И у меня тут же появились сомнения. Нужно было решить, какой из миров правда, тот во сне или этот реальный, земной. Они настолько различны и противоположны по своей природе, что нельзя было не сделать выбор. Само собой, в душе появилась убежденность, тот иной мир истинный. После этого сна исчезли вопросы, мучившие меня так долго. Как понять другого, как поставить себя на его место, как узнать, что он чувствует. В том мире в церемонии танца не дали пережить смысл действия. Через действия лежит путь к миру причин, к познанию истины. Бесполезно раздумывать над чужими действиями, так ты никогда не поймешь их до конца. Бесполезно пытаться объяснить другим тайну своего собственного действия. Оно горело и сияло для тебя в момент свершения и превратилось в остывшие угли, как только осуществилось. Нельзя судить людей за их поступки, потому что понять их можно только в совокупности всех обстоятельств. Поэтому не суди, не требует людей слишком многого, прощай им их ошибки, или точнее свое непонимание их поступков. Хочешь понять другого, хочешь понять тайну его поступков, действуй сам. Собственные ошибки учат больше, чем неделание ошибок. Только через собственные действия лежит путь к ответам. Изменить людей мог только Сын Божий. И Он сделал это, но не проповедью, а действием, актом распятия. Разве Богу было бы не под силу остановить казнь? Ведь Он мог проповедовать до глубокой старости. Но само действие казни значило больше, чем годы его проповеди. Следовательно, не проповедуй, Хочешь понять что-нибудь не рассуждай, а действуй. В наше время принято рациональное восприятие мира. И хочешь ты этого или нет, ты усваиваешь его с рождения. Но как-то я задумался, для чего служат цветы и какая от них польза. Мне очень хотелось найти объяснение, должны же цветы играть какую-нибудь практическую роль в природе. В цветов все и началось. Я сделал что-то вроде открытия для себя самого. Цветы созданы для красоты. И вовсе не для того, чтобы человек ими любовался. Ведь это тоже своего рода польза, а просто для красоты. Ни для кого, ни для чего. Может быть, чтобы напомнить человеку, что красота существует сама по себе. Когда со мной стали случаться необычные вещи, я сначала естественно усомнился в их реальности. Но когда они стали происходить чаще, у меня поубавилось сомнений. Я пытался анализировать их, ведь казалось немедленный анализ помог бы мне как-то объяснить природу нового переживания. Уже то, что при попытке рационально их объяснить и классифицировать они тут же пропадали, убеждало меня в их сомнительной были так хороши, так необыкновенны, что я прекратил всякие попытки анализа и только пытался удержать их как можно дольше. Я уже стал замечать, почему они исчезают и по возможности устранять эти причины. Пусть лучше это будет, думал я. Если тебе очень хорошо, так ли важно, почему? Однажды я шел по берегу и остановился у одинокого дерева. Я никуда не спешил и скользил равнодушным взглядом по его веткам. Дерево было самое обыкновенное, что-то вдруг привлекло меня в нем, и я стал смотреть внимательно. Незаметно она стала более красивой, и я удивленно пытался понять, почему. Я не заметил этого в первый момент. Дерево как-то ожило, и я почувствовал, что оно общается со мной. Она обращалась ко мне всеми листьями, всеми ветвями. Я пытался найти его сущность, его центр, но там, где останавливался мой взгляд, была его сущность, каждая и каждый отдельный лист. Сухие ветви и листья в своих линиях излучали ту же красоту и были такими же одушевленными. Я следил взглядом еще и еще все линии дерева были прекрасны и безупречны. Даже сучки были как бы на своем месте и нисколько не меняли общей картины. Я не мог заметить ни одной несовершенной линии. У меня сильно заныло сердце и на глазах выступили слезы. Я стоял, забыв кто я, где я и куда собирался идти. Прошло какое-то время, прежде чем я пришел в себя. Видение исчезло, дерево стало самым обыкновенным, и я увидел безобразные сучки и корявые сухие ветви. Я понял, что до сегодняшнего дня я никогда по-настоящему не видел дерево. А то, что я видел раньше, был всего лишь его условный, привычный для сознания образ. Обычно, когда нам причиняют боль, мы духовно падаем. Но ведь эта же боль может поднять на духовную высоту, и мы будем благодарны человеку, причинившему ее, и самой боли, что она помогла нам возвыситься. Когда бьешь кого-нибудь по щеке, потом становится много хуже, чем когда тебя бьют. Если тебя ударили по щеке, подставь другую. Вот что самое важное, суметь мгновенно посочувствовать ударящему тебя, ведь он точно падает. В то время больше всего на свете меня интересовали тайны мироздания. Ответы на вопросы я искал в философских системах. Само собой, неразрешимых вопросов было много, а ответы на них тут же вызывали новые вопросы. Я размышал о времени, о пространстве больше, чем о том, что я буду есть. У меня не было больше рубля в кармане. Не было во что одеться, у меня была одна рубашка. Я не знал, где буду спать. Я часто был бездомным. Моим излюбленным слушателем была кузина Женька. Я случайно открыл ее среди многочисленных скучных родственников. Женька видела меня насквозь и читала мои мысли. В ее смеющихся глазах была странная мудрость. Когда она молча смотрела мне в глаза, затаенные или скрытые побуждения моих поступков выплывали наружу, и мне волей-неволей приходилось становиться до конца честным. Я слегка обел перед ней как перед учителем, хотя она и была намного моложе. Я с жаром выкладывал все, что меня волновало. Она выслушивала с поразительным терпением и пониманием сути дела и, казалось, была всегда со мной согласна. Но после двух-трех ее невинных вопросов, а то и одного взгляда, мои теории рушились сами собой. Мы не виделись год, и за это время я нашел и надежно опробовал очередную новую философию. Свои знания я добыл в частных библиотеках и в рукописях, ходивших среди любителей. Почему-то к тайному знанию всегда большой интерес и доверие, чем к явному. Сомнений не было. Порядок в мироздании был установлен. Я с нетерпением ждал встречи с Женькой. На этот раз учителем буду я, а она станет моим первым учеником. Приехала Женька, как всегда насмешливая со своими обычными шуточками и, конечно, сразу заметила произошедшую во мне перемену. Она привезла подарок маленького заводного зайца. Он как-то уж очень глупо и смешно хлопал лапками и кивал головой. Этот странный подарок меня удивил. Женька прекрасно знала, что я равнодушен к игрушкам. Я неудоуменно поблагодарил ее и хотел отложить зайца в сторону, но она знаком показала, что хочет, чтобы я поиграл с ним. Я уловил какой-то необычный огонек в ее глазах и покорно, хотя я с неохотой взял ключик и стал заводить механизм. Бывает так, что самые незначительные обстоятельства заставляют тебя вдруг максимально концентрироваться и что ты выходишь на другую, высшую ступень понимания, считанные моменты, проходя целые этапы самопознания, перекрывающие твой прежний уровень. Эти моменты безусловно становятся поворотными в жизни и приносят огромное удовлетворение и внутреннюю радость. В эту минуту я не предполагал, что этот эпизод принесет мне будущим немалое облегчение и духовную свободу, которую я не знал до сих пор, и что после него уже не буду искать себе новых тюрем надежных философий. Я опустил зайца на пол, он смотрел на меня, хлопая лапками. Женька внимательно наблюдала за выражением моего лица. Уже в следующее мгновение я начисто забыл о ее существовании. Со мной случилась странная вещь. Мой внутренний мир, так хорошо построенный, идеально налаженный, зашатался и стал рушиться у меня на глазах безо всяких причин. Я чувствовал, как почва опять ускользает из-под моих ног. Также все оставалось строгой логической связи. Но прежней надежной опоры у меня это так. Теперь же откуда-то влезла вороватая частица «если» и стала главным звеном моей философской цепи. Это так «если». Нельзя же иметь твердое убеждение с частицей «если». Завод кончился. Заяц замер. Лукавые Женьки на глаза смотрели на меня с сочувствием. Я не мог пошевелиться от изумления и неожиданности. Этот заяц знал какую-то непостижимую для меня тайну и пытался ее сообщить. А я не мог понять ее, потому что был научен воспринимать все только через слова. Женька тоже знала эту тайну. Это было видно по ее глазам. Я смотрел то на нее, то на зайца, как на заговорщиков. Но самое непонятное было то, что я даже не мог ничего спросить, не мог сформулировать ни один вопрос и, наверное, сам оказался со стороны сплошим вопросительным знаком. Женька почувствовала, быть одному. И неслышно исчезла. Я заводил зайца снова и снова, он хлопал лапками, кивал головой и старался изо всех сил сообщить мне свою тайну. Но она по-прежнему ускользала от меня. Я чувствовал ее всем своим существом. Тайна будто пульсировала где-то рядом, как живая, но сокровенный ее смысл оставался неуловимым. Тебе кажется понравился этот заяц? Спросил вернувшись с Женькой как ни в чем не бывало. Я сидел перед зайцем все в той же вопросительной позе и ничего не мог ей ответить. Потом, уже после того, как Женька уехала, я много раз заводил зайца, пока не сломался механизм. Но мне уже не нужно было его заводить. Я мог вызвать эту картину в своем воображении. А тайну зайца я разгадал гораздо позже, когда навсегда простился с Женькой. Вот о чем он хитро кивал головой. В мире нет ничего, про что можно было бы с уверенностью сказать. Это так и никак иначе. Судить о чем-либо мы можем, выбрав определенную систему понятий. Но при ее изменении, как при смене укла зрения, меняется очертание и сама истина. Не сует создавать своих теорий, принимать чужие и тем более следовать им. Если ты следуешь определенной системе, над тобой всегда будет висеть ты должен, ты никогда не будешь внутренне свободным. Какой бы правильной ни была выбранная философия, в ситуации, когда ты должен реально действовать, у тебя чаще всего нет времени, чтобы обдумать решение в соответствии с ней. Я никогда не забуду до последнего мгновения как ум нужен для обыденных вещей. Например, помнить, что нужно купить в магазине или изучить профессию, чтобы зарабатывать на жизнь. По теории этого зайца единственная необходимая в жизни философия мгновенный ответ действия на любой вызов жизни. В этом смысле привлекательна философия действия, дзен или философия борьба типа карате, суть которой через физические упражнения и дыховную концентрацию научиться действовать мгновенно, без размышлений. Книги могут служить только отправной точкой пути, по которому ты должен идти в одиночку, доходя до всего самостоятельно, действуя так, как если бы ты был первым человеком на земле. Ты должен заново открывать для себя мир и прежде всего открывать самого себя. Но как? На этом месте должно быть завод закончился. естественно, я продолжал жить по старым правилам. Я принял решение не принимать заранее никаких решений, пока не появится вызов жизни. А ведь это тоже ошибка. Как не пытался я подчинить все желания единой воле, все равно из этого ничего не вышло. Разрушительная сила приходила с той стороны, откуда ее меньше всего ожидаешь. Хотя источник был всегда один. Менялось соотношение вещей в самом сознании. Познай самого себя. Конечно, я давно знал это древнее изречение и не раз с умным видом вставлял его в разговоре, пока однажды не обнаружил, что не имею ни малейшего понятия, что оно на самом деле означает. Как ложка не чувствует вкуса похлебки в начале древнеиндийского афоризма.